Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня приветствую вас я, профессор Высшей школы журналистики медиакоммуникаций, кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций Андреева Юлия Валентиновна. Я по образованию и журналист, и долгое время работала в редакциях, и была криминальным журналистом, вела расследования, была у меня очень такая интересная и сложная тема. Потом я по второму образованию занялась психологией и кандидат психологических наук. И много лет уже, ну, наверное, больше 10 лет я занимаюсь медиапсихологией. Это очень интересная сфера, и почти 20 лет я уже работаю в университете. Я думаю, что мы сегодня проведем, ну, такую интересную встречу, да, я надеюсь на ваше внимание, понимание и активное участие. А сегодня в студии у нас первый курс Высшей школы журналистики телевизионщики. Ура, приветствую вас. Тема нашей сегодняшней встречи – медиа и креативные индустрии. Ну, сразу вопрос такой, да? Что такое медиа? Как Вы сегодня себе представляете? Что это такое? Что это за метафора, может быть? Может быть, какой-то образ? Прошу. Возможно, медиа можно понимать как рыболовную сеть, только вместо рыбы там информация, какие-то события, мы ее вылавливаем из нашей жизни и потом перерабатываем, обрабатываем и пускаем уже, чтобы остальные люди узнали. То есть через средства массовой информации. Очень-очень интересная метафора, здорово, спасибо. Спасибо. Ибо это сеть, которая залавливает, как бы, да, зацепляет, задерживает наше внимание. И как долго мы находимся в плену, скажем так, какой-то информации, тем как бы важнее, тем в тот момент человек управляется, да, каким-то процессом. То есть задерживает свое внимание, фокусируется на чем-то. Очень интересная метафора, спасибо. Спасибо. Кто еще сможет сказать, что такое медиа? Прошу. Ну, вообще, мне кажется, медиа – это какое-то пространство, которое нам помогает коммуницировать с помощью как раз-таки информации. Ну, умница. На самом деле, сегодня суть лекции уже сказана. Можно, наверное, уже не говорить ничего. Об этом я и сегодня и буду говорить. Это действительно какое-то определенное поле, определенная, можно сказать, локация, даже место, время, да, где мы встречаемся, где происходит процесс коммуникации, такой вселенский процесс коммуникации. Супер. Кто-то еще может сказать? Сразу показываете, что вы профессиональные медийщики. Да, я соглашусь с предыдущим определением, даже добавить нечего. Для меня, в первую очередь, медиа – это про коммуникацию между людьми. И очень, я считаю, правильно прозвучало слово пространство, да. Все-таки медиа сейчас виртуальные или даже сейчас мы коммуницируем, находясь внутри аудитории. Это же тоже своего рода какой-то медиапроцесс сейчас происходит между нами, да. Мы узнаем какую-то презентацию, информацию через презентацию, точнее, да. То есть все-таки метафора пространства, она очень такая емкая. Здорово, потому что это глобализация, это немножечко мы так расширяем, что ли, понимание, что такое медиа. Медиа – это не только конкретная редакция, это не только источник информации. Это, скажем так, какая-то глобальная какая-то система, которую очень интересно исследовать. Мы сегодня нырнем с вами в это пространство и попробуем его поизучать. Ну, все-таки мы с вами на такой импровизированной лекции, поэтому я себе позволю немножечко науки, немножечко теории. Сегодня медианауки – это почти так же интересно, как вчера когнитивные науки. Помните, такой был бум интереса. Сегодня социальные науки, которые исследуют медиа и человека в контексте медиапространства. Это социология, философия, политология, психология, физиология, психофизиология. Я расскажу о том, как мы проводили эксперимент именно с нейрофизиологами. И математика. Почему математика, как вы думаете? Абсолютно верно. И сегодня идет моделирование многих процессов. Есть идея алгоритмизации процессов. И мы буквально сейчас ведем переговоры с моей коллегой, которая как раз попытается алгоритмизировать и просчитать движение информационной волны. И, конечно, мы будем просить помощь математиков. На стыке когнитивных наук и IT-технологий. Почему? Почему когнитивные науки встречаются в этом пространстве с IT-технологиями? Наверное, потому что IT-технологии сегодня внедряются в медиапространство, и без них уже невозможно развитие. Ключевая проблема – это адаптация индивида и групп взаимодействия. Внимание – с кем? С демиургом, с хозяином, с одним из лидеров, игроков информационного пространства и искусственным интеллектом. И сегодня большая такая проблема – совместить человеческий потенциал, интеллектуальный и творческий потенциал и возможности нейросети. Да? Буквально вчера коллеги-ученые задали программу нейросети, просьба соорудить что-то на абстрактноучной статье. И нейросеть очень красивый рисунок выдала. То есть, на самом деле, могут быть очень интересные коллаборации и встречи с искусственным интеллектом. Изучение особенностей восприятия, функций сознания, я-концепции, памяти, эмоциональных состояний, психофизиологических и поведенческих реакций – это всё, что происходит в сфере интереса медиапсихологии и других наших наук, коллегиальных, да, таких встречных наук. Медиа – профессиональные игроки на информационном поле. И я вас поздравляю, на самом деле, вы пришли сюда учиться, и вы станете не просто журналистами. У вас получится в результате, если всё будет хорошо и складываться, у вас очень широкие будут компетенции. Вы будете профессионалами в управлении этого большого глобального информационного пространства. И интересно, что здесь, скажем так, какие здесь моменты очень важны. Вообще, здесь мишень, да, мишень медиа, мишень направленности всех медийных процессов – создание безопасного пространства. Вот я не знаю, согласитесь вы с этим или нет, в чём цель, в чём сегодня такое доминантное движение медиаиндустрии. Сохранение внутренней безопасности, глобальной безопасности, да, и здесь идёт соизмеримость, как бы, влияние на аудитории и, ну, соблюдение каких-то мер безопасности. И отсюда возникают разные этические кодексы, разные регламенты, чего можно, чего нельзя, нельзя, там, призывать к чему-то и так далее. Это всё результат того, что любые медиа, любые, скажем так, как спонтанные медиа, как и государственные – это стремление к безопасности, сохранение единого пространства. Но основной, скажем так, звоночек, да, основной интересный процесс, наверное, сейчас истекает время каких-то линейных форматов, и наступает время очень интересного эксперимента синтеза, взаимовлияния, каких-то интересных процессов, которые мы с вами можем изучать. Парадоксы новых медиа. И это такое, ну, такое исследование на самом деле буквально вот готовилось к нашей встрече, обновляло эту статистику. Очень интересные процессы сейчас происходят в медиапространстве. И мы назовём его сразу информационным полем, глобальным информационным полем. Высокая господдержка игроков, причём не обязательно на уровне только нашего государства, нашей страны. И низкая конкурентность. То есть здесь, ну, интересные процессы, когда мы начинаем доверять свидетелям, народным корреспондентам, да, и буквально, ну, что-то происходит, да, на уровне каких-то, ну, чётких, понимаемых структур, как должны работать медиа. Так, например, гостелеканал Russia Today в 2022 году получил 28 миллиардов рублей. Это официальная статистика, я её взяла в открытом доступе. Бюджет всей Казани, всего города Казани, ну, чуть-чуть больше. То есть представляете, насколько, да, насколько активна поддержка, господдержка сегодня медиа. Несоизмеримость профессионализма и популярности. Ну, нам кажется, что вот мы чему сюда приходим учиться и чему мы вас стараемся учиться, учить? Мы хотим вас научить какому-то профессионализму. Правильно монтировать, правильно писать сюжет, да, медиа-психология научат вас, как правильно разговаривать с аудиторией, как управлять вниманием, удерживать внимание в своих сетях и так далее. Но вдруг мы понимаем, что не всегда профессионализм равно популярность, да, равно признание. И вы сами прекрасно знаете, что в Инстаграм там 30 миллионов подписчиков у спортсмена, аудитория новостей Первого канала охват до 3 миллионов человек. Вот я была поражена, когда я эту статистику нашла. Пределы интереса. И интересно, это тоже какой-то интересный феномен, который сейчас характерен для медиапространства. Мы последнее время были готовы к тому, что все более активно, скажем так, ну, частная какая-то медийная активность, когда мы делаем перепосты, пишем какие-то свои, да, ведем свои блоги, свои каналы. И здесь активность, ну, такая медийная активность у каждого из нас, она вот фиксируется, она возрастает. И казалось бы, что медиа перейдут в сторону активности аудиторий. Да, есть такая иллюзия. На самом деле в последний год произошел какой-то интересный процесс. В прошлом году зафиксировано уменьшение интереса активности аудитории. Было 66 миллионов в России, ну, таких самостоятельных корреспондентов, можно сказать, их стало 62 миллиона. 62 миллиона. Но интересно, что продолжается очень активно разрастаться аудитория гейминга, гейминдустрии. Игровая среда, игровая аудитория стремительно растет. Вот по экспоненте. И в прошлом году зафиксировано 88 миллионов среди только россиян. Людей, которые открыто и активно работают, ну, проводят время в гейм, в геймпроцессах. Но интересно, что вот игра, вообще поле игры меняется. И сегодня игровое поле запросто можно отнести к медиаиндустриям. Можно тоже вот спрошу, почему ваше мнение? Хотя бы одно. Можно? Геймификация контента, когда становятся популярны какие-то опросы, тесты, это же тоже интерактивное взаимодействие, то, что как раз отличает игровую индустрию от прочих. Абсолютно соглашусь. Да, это не просто даже пространство тестирования, скажем так, да, каких-то процессов. Это вообще проверка, проверка возможностей человеческого интеллекта, разума, проверка каких-то реакций. И я не знаю, сохранится в нашем расписании с вами или нет. Я вела курс «Психология виртуальной реальности». Мне очень показался этот курс интересным. И мы там изучали разные структуры вхождения человека в виртуальную среду. То есть какие есть уровни, какие есть этапы. Если первый этап – это просто трансовое состояние, когда вы смотрите сериал и, ну так, сочувствуете герою. Это тоже уже вхождение в виртуальную среду. А итоговое, самое такое, активное, глубокое – это когда сознание переходит в аватар. Помните аватар один, да, когда он уже забыл, что он где-то там в капсуле лежит. Он уже и стал этим аватаром. И там очень интересные и парадоксальные явления происходят в таком погруженческом, что ли, пространстве. Происходит ситуация буквально физиологической достоверности, можно сказать так. Потому что на ваши действия отвечает среда. То есть если вы, там, аватар прыгнул, да, то буквально сотряслась там, я не знаю, почва под ногами. То есть вы услышали этот звук. И создается впечатление, что, то есть физические реакции, как бы наше сознание получает, что мы там. Вот очень интересно идет управление этим пространством и как сегодня развивается мир гейминга. И говоря об этом, можно сказать, что, может быть, даже будущее нашей коммуникации, нашего общения. Сегодня VR-чат, да, набирает обороты. Это пространство конференций, лекций, обучения, любых процессов сегодня уходит в гейминдустрию. И для нас, как киношников будущих, возможно, кто-то здесь сидит, кто хочет снимать кино в дальнейшем. Для нас это тоже конкурентная и ресурсная территория. Вот дальше не будем об этом говорить. Об этом можно еще целую лекцию рассказать. Информационное поле, о котором мы с вами говорили, это процесс и результат и среда жизнедеятельности человека. То есть мы это поле и создаем, и в нем же сами находимся. Дом, который построил Джек. И от того, какой мы строим себе дом, зависит наше благополучие. Задумайтесь о том, что у каждого из вас, у каждого из нас есть свое информационное поле. И сегодня очень модно говорить об информационных пузырях, в которых мы все оказались. Сейчас только приехала с конференции МГУ, с журналистики, и вот там очень много говорили об информационных пузырях. Фактически это дом, в котором мой информационный дом, за которым я ухаживаю, чем-то там дополняю новым. Либо он уже очень консервативно обустроен, я не хочу ничего менять. То есть те каналы, по которым мы получаем информацию, каналы взаимодействия и так далее, там может быть очень дизайнерская обстановка, а может быть очень ретро. Ну вот понаблюдайте за этим. Новые коды этого мира – это нарративы, и это не только сегодня информационное поле, это вообще пространство социального нашего взаимодействия. И мы друг с другом коммуницируем, общаемся вот через какие-то образы, символы. Как это называется на молодежном языке? Мемы. Абсолютно верно. А вы знаете, что понятие мема было на самом деле научным понятием? В 60-х годах американские социологи придумали это понятие для обозначения структур, малой единицы структуры информации. Мы сейчас пользуемся, нам кажется, такое современное слово. Цифровая метавселенная, о которой говорили так много в последнее время, это как раз такой большой глобальный дом, где все информационные поля встречаются. Это такое огромное пространство. Информационное поле, ну кто-то управляет этим большим домом? Кто-то есть? Домком, помните, да, собачье сердце? Домком Швондер. Кто домком Швондер вот у этого информационного поля? Ну вот здесь я попыталась. СММ, нетворкинг, маркетинг, таргетинг, да, все говорят. Мы умеем этим управлять. Дайте нам денег, мы знаем, как это перенаправить, как это устроить. Технологии тоже меняются, как бы форматы меняются, но это те специальности, те направления, которые, там, нейромаркетинг, мы знаем, да, как аудиторию, как закодировать, как управлять. Идет процесс понимания, как этим информационным полем пользоваться, как можно управлять процессом. Я взяла из детской книжечки вот этот процесс «Круговорот воды в природе». Как вы думаете, это вот, ну, откликается чем-то? Похоже на информационное поле, на процесс, который происходит в информационном поле, да? То есть есть какие-то осадки в виде фрикаделек, да? Детский мультик был такой. То есть есть какие-то явления, которые падают на нашу реальность, а наша реальность создает некое пространство, да, которое будет потом результатом переработанного в информационном поле. И говорят, не запостил, значит, не было. То есть то, что там не проявлено, как будто бы и не зафиксировалось. Информационное поле, вот можно этот слайд посмотреть, я, может быть, и не буду подробно рассказывать об этом. Я просто хочу сказать, что мы сегодня подобрались, ученые, к тому, что есть явление такое глобальное, большое, которое можно рассматривать как большую мета-структуру, потому что в этой мета-структуре можно описать единые, скажем так, механизмы, элементы, структуры, среда и условия. Причем интересно, что эта среда впервые подарила человечеству необыкновенные качества. Такое супер-супер-свойство, уникальное. Мы стали супергероями с вами все. Какое это качество? Там написано, правда, кто хорошо видит, может прочитать. Это бессмертие. Цифровой след каждого из нас хранится, теперь будет вечно. Ну, если какая-то, не произойдет какое-то изменение условий этой среды. И поэтому нужно быть очень осторожным и аккуратным, когда мы создаем какой-то информационный контент о себе. Пространство, единство, времени и места. Но уникальность этого информационного поля в том, что оно всегда и везде. Диахромно и диатопно. Вот ужас, да? То есть в этой точке и всегда. Но это очень интересно. Есть определенные явления, как информационный поток, информационная волна. Ну и там еще можно перечислять, которые можно описать, как то, что происходит в этой системе. Методы управления, моделирования информационным полем. На самом деле, вот это просто можно сфотографировать для себя, пригодится вам дальше в дипломах и в курсовых. Эти методы управления были известны, как психология масс, психология влияния. И на самом деле исследований здесь было очень много. Десятки и сотни теорий объясняют, как можно управлять массами. И, конечно же, в тот момент, когда появились медиа, как некий рупор управления, сразу же появились теории, объясняющие, как можно настроить этот инструмент. И первое, просто скажу, что несколько этапов прошли формирование этой теории. Первый – Лассуэл, Лазерфельд, которые считали медиа волшебной магической пулей. От влияния медиа не укрыться никуда. И на самом деле была идея о том, что медиа очень, на 100%, активно управляют аудиториями. Но то, что происходило в годы Великой Отечественной войны, когда даже в фашистской Германии не всё население подверглось пропаганде, а часть населения осталась при своём мнении, что называется, поставлены были под сомнение универсальность инструментов пропаганды и медиа. И тогда стали возникать спираль молчания, окно Авертона уже позже возникло, то есть как некая структура управления впечатлением, теория культивации и развития, и так далее. Возникли другие элементы, другие теории, которые позволяли понимать, как управлять массами. И одна из идей – создать кризисную, критическую ситуацию. В этой ситуации человек активнее управляется. То есть массами можно управлять с большей активностью, с большей результативностью. И сегодня, на самом деле, методы управления, вот эти теоретические идеи дают очень интересные инструменты. Та же самая трансмедийность, стори-теллинг сначала возникали на уровне теории, а сейчас очень активно используется. Об этом ещё поговорим. Также можно сказать, что методы исследования, которые сегодня наработаны, но это тоже говорит о том, что это информационное поле можно исследовать и достаточно точно понимать его границы. Ну, модераторы информационного поля, журналисты, пиар-рекламщики и так далее, то есть те люди, которые получают инструмент управления информационным полем. Что же происходит с человеком в условиях новой информационной среды? Как вы считаете, изменилась ли наша позиция за последние 20 лет? Вам всего-то, наверное, меньше, чем 20, да? Но как вы думаете, другое вы поколение, вы отличаетесь от поколения родителей чем? А можно немножко проснуть аудиторию? И да, пожалуйста, кто-нибудь скажите, чем? Можно? Ну, у нас сейчас немножко другие взгляды, другие позиции. Мы по-другому, можно воспроизводим информацию, по-другому её принимаем другими методами и способами. То есть можно сказать, то, как человек научился управлять информацией, меняется структура мышления, меняется какая-то настройка ценностей, меняется вообще представление о мире, о себе, о своих возможностях. Мы становимся либо более запуганными, либо более свободными, но какими-то другими. То есть от этого меняется вообще наш человеческий профиль и наш человеческий потенциал. И меняется мышление и поведение. Удивительно, что даже ценности меняются. Есть такое расхожее выражение пространства постправды, когда мы... Ну, многие слышали, наверное. То есть даже такая ценность, как правда, вроде бы мы этого от медиа ждём, ну и это даже трансформируется. Самовосприятие. Если раньше человек видел себя только в зеркале, ну, на фотографиях, ну, домашнее видео, то сегодня он просто создаёт себе продуманный, виртуальный, визуальный такой вот образ. И мы можем быть, я виртуальный, совершенно знак равенства не ставить, я реальным. Так ведь? Здесь на этих слайдах, на этом кадре наша выпускница, и мы проводим исследование того, как человек сегодня воспринимает информацию. Я написала несколько статей о том, что сегодня серфинг или скроллинг инфопотока это не вредные явления. На самом деле это явление, которое помогает нам адаптироваться к большому, огромному объёму информации, которая на нас валится. Вот. Может быть, этим результатом вы сегодня будете довольны от нашей встречи. И скажете своим родителям, мне это нужно, я зачем-то залипаю, да, мне зачем-то вот нужен этот процесс. На самом деле ещё в середине прошлого века американец русского происхождения открыл в Америке, это было исследование зафиксировано, дефолт-систему работы мозга. То есть для того, чтобы мозг был активен, нужно какое-то время, чтобы он поработал в автоматическом режиме. Вот. И скроллинг, вот это вот погружение, такое неосознанное, казалось бы, в это пространство, оно нужно для того, чтобы человек был в другое время активен и воспринимал информацию. Ну, вкратце и простыми словами мы к таким же результатам пришли. И у нас было понимание того, что это ещё поток, состояние потока. Михаил Чиксин Михайли, это психолог, исследователь, очень интересная была идея у него, что человек может быть счастлив в ситуации творческого потока. Может быть, кто-то из вас рисует, сочиняет, да, или что-то делает, даже катается на велосипеде виртуозно. Это вот состояние потока, состояние такого удовольствия. И когда мы оказываемся в информационном поле, вот как такие серфингисты, мы тоже испытываем ощущение потоковости. Ай, ай, ай. Ну, без этого никак. Начинает хулиганить наше информационное поле. Здесь я попробовала продумать, и это моя такая идея бредовая, да, как сегодня работает информационное поле, и что будет дальше. И у меня такая идея о том, что, наверное, будет создано какое-то единое пространство гейминга, где могут быть реализованы разные проекты. И что происходит с нами сейчас? Вот такой немножко страшненький слайд. Нестабильность, в которой мы оказались, и ситуация кризиса, она на самом деле прогнозировалась, вы не поверите, еще в прошлом веке, в конце прошлого века было очень много размышлений относительно того, что в информационный век, в цифровой век произойдет такой коллапс информационный с человечеством. И что нужно будет перенастраиваться резко, и человек будет испытывать чувство дезадаптации. Об этом очень интересно Насим Талеб, посмотрите, «Черный лебедь», Насим Талеб, философ. Не буду более подробно рассказывать, если интересно, почитайте. Он говорил о том, что возникновение новых реальностей, как «Черного лебедя», мы привыкли к белым лебедям, но если возникает «Черный», наше сознание говорит, «Лебеди могут быть только белые». Это не лебедь. Но в тот момент, когда мы воспринимаем новые возможности как ресурсы, мы опять оказываемся в плену стереотипов. И интересно, что вашему поколению придется еще не раз выбираться из этих стереотипов. И все эти схемы, все наши прогнозы могут разбиться только так о нашей реальности. Маршалл Маклюин говорил, «Человечество развивает способности освоения новой реальности». И мы сегодня с вами, как поселенцы, переселенцы, оказались в совершенно новой территории. Какая же она? Что она нам может дать? А что мы можем взять в новой экосистеме информационной? И здесь хочется вспомнить стратегию, которая известна из маркетинга, стратегию голубых и алых океанов. Наверное, вы все, каждый из вас когда-то конкурировал, когда-то хотелось быть лучше, чем другой. Было такое? Было дело. И когда у подружки больше количества лайков, просмотров, я тоже хочу, что-то такое есть. Но вспомните, когда получалось побеждать, когда у вас была, наверное, новая идея, новый какой-то, новый заход, новая история, какое-то новое интересное происходящее. По большому счету, это, можно сказать, это маленький стартап. Вот в алых океанах конкуренция за одну и ту же рыбку доводит, почему алые океаны, они полны крови конкурентов. А голубые океаны, это океаны, где ты один-одинешенек плаваешь, потому что ты придумал что-то новое и интересное, и ты здесь хозяин на своей территории. Но как только ты что-то такое сделал, что набрало очень большую аудиторию, большой интерес вызвало, к тебе сюда же сразу прибегут другие рыболовы. Сеть будут расставлять свое. И опять там начнется история о алых океанах. Ну, вот интересно, что сегодня в мире создается такая целая инфраструктура, которая научится управлять информационным полем. И эта инфраструктура не только медиа. Это такой большой какой-то агрегат, аппарат. Можно его назвать креативными индустриями. И сегодня именно в креативных индустрии очень много пространств голубых океанов. Интересно об этом поговорить? Куда сегодня могут идти медиа? Где вот эти новые небеса обетованные? Где сегодня новые райские кущи? Креативные индустрии об этом стали говорить уже как минимум лет 20 говорят. И в 2000 году появилась первая статья, которая так называлась креативная индустрия, об этом стали задумываться. На самом деле, почему столько интереса к этой сфере? Можно тоже аудиторию спросить, как вы считаете? Слышали наверняка креативные индустрии, наверное, и читали. Почему так много интереса сегодня у мирового сообщества креативной индустрии? Кто-нибудь? чем вообще это обосновано? Вот у нас даже в России делается многое для поддержки, здесь я не выписала об этом, даже стратегии есть, развитие, концепция развития 2030 креативных индустрий. Почему вдруг это прям господдержка такое имеет? Наверное, это такой как раз голубой океан, где много нового, и можно уже по-другому воздействовать на другое поколение, можно так сказать. Абсолютно верно. Это вот видите, тут есть управление, моделирование социальными процессами. Это новый инструмент управления массами. Абсолютно верно. Самое интересное, что эта сфера будущего пространства для профессий многих, которые возникнут в этих креативных индустриях. Маленький пример. Все вы знаете, что сегодня беспилотники активно разрабатываются. Вот в Иннополисе они уже ездят, доставщики еды не люди, не человеки, а роботы. Это значит, что смотрите, какой сегмент уходит профессии. Представляете, только не будет больше в мире водителей, не будет больше таксистов, будут беспилотники. Раз на рынок труда выходит какое количество? Миллионы, десятки миллионов людей остаются без работы. Еще лет, ну, года три-четыре назад в России редакции стали сокращать штатных сотрудников и создавать информационную ботов. уже с 19-го года в Китае робот ведущий. Ну, не нужны ведущие уже, соответственно. То есть, рынок труда трансформируется и изменяется. И интересно, что в креативных индустриях, то есть, будет размещено большое количество населения. Просто будем заняты мы хоть каким-то делом, не обязательно производством. Но чтобы человечество не скучало, нам дадут такую интересную игрушку. И что важно, человеку важно создавать что-то для того, чтобы себя хорошо чувствовать. Вы, наверное, сами по себе это знаете, день прошел не зря, если я что-то сделал, что-то новое узнал, как-то смог сделать что-то полезное для мира. И как бы у нас это в генетической программе заложено, что мне становится хорошо и приятно в этот момент. созидание и социальное объединение. Смотрите, по всей, вот если взять пирамиду Маслоу, чувство локтя, близости, вот то, что сейчас называется краунфандингом, коллаборациями какими-то, или комьюнити, или как это, дружескими компаниями, как это угодно назови. То есть это есть некое социальное объединение. Здесь есть ситуация синхронизированности, синхронности с другими. Значит, я хорош, значит, я с другими вместе, я в приобщении в каком-то. Это включенность аудитории, это идентичность, культурный код, который очень важен для сохранения человека в человеке. То есть мы здесь воспроизводим что-то. И, конечно, я здесь немножко покрупнее сделала коадаптации с искусственным интеллектом. Это как раз место, где мы можем с ним встретиться. Сегодня креативные индустрии это огромные возможности. И я вам покажу чуть позже ролик, где расскажу о том, как мы в нашей компании Air Media Group сегодня создаем проекты уже на стыке журналистики и креативных индустрий. На самом деле журналистика, медиа уже включены в состав креативных индустрий. и есть, допустим, английское объяснение, трактование креативных индустрий, где медиа занимает вообще первое место. То есть то, что касается информационными всякими искусствами, медиа искусствами, это точно здесь. В музеях вы, наверное, бывали в интерактивных музеях, да? Это сейчас уже используется активно. Элементы дополненной реальности, VR, медиа искусства, медиа инсталляции сегодня управляют вниманием, впечатлением, но интересно, что они управляют нашей памятью, управляют нашим арсеналом воспоминаний. Недавно прочитала одного философа, который говорит о том, что человек равно его опыт, его воспоминания. И сегодня очень важно именно нам, медийщикам, научиться воссоздавать, какой-то интересный такой культурный код, который будет этическим, гуманным. И это тема отдельной лекции. На этом, наверное, лекционная часть наша будет закончена. Мы сейчас посмотрим небольшой ролик, и я буду готова ответить на ваши вопросы. Будьте добры запустить ролик. подумайте, о чём мы можем здесь поговорить, о чём мы с вами. Мне бы хотелось, чтобы у нас осталось немножко времени, чтобы мы пообсуждали эту тему. Аналитика – это не только новости, это не только аналитика и прогнозирование, это возможность управления имиджем, потенциалом повседневности. Медиа – это профессиональный инструмент управления глобальным информационным полем человека, организации, страны или всей цивилизации. Каждый проект имеет своё креативное и творческое решение. Глобальное информационное поле – это возможность и вдохновение для проведения таких проектов. За три года наша креативная команда AR Media Group создала немало экспериментальных проектов в сфере креативных индустрий, и каждый из них был направлен на умное творческое управление информационным полем. Мы рассказали о великой истории строительной сферы Татарстана через создание проекта с дополненной реальностью. Книга стала управлением богатым видеоархивом и погружением в историю. Мы создали фильм о Святом острове и книгу, вспоминая и собирая по крохам ценные фрагменты истории Возрождения Святой Обители. Мы написали и рассказали, озвучили сказку о Свияжске. Для вхождения в проект Всемирной гастрономической энциклопедии мы придумали и создали кулинарное музыкальное шоу и буквально путешествовали с нашими героями по миру кухни и истории. А истории другого проекта на укоемкого предприятия Вакуумаш мы расскажем в книге, покажем ее героев. Книга станет больше, чем книга, а документальный фильм получит свое материальное воплощение, точку включения. Архивы цифруются, сохраняются, консолидируются сайты, фильмы и другие проекты. Для туристов и гостей Казани мы создали еще один проект «Казань. Город влюбленных» и вдохновились на создание экспериментального иммерсивного медиа-театра. Это такое погружение в мир великого искусства с помощью синтеза кино, театра и экранного искусства, где творческий потенциал истории встречается с искусственным интеллектом. Сейчас мы работаем над созданием проекта полнокупольных фильмов для планетари и создаем обучающий проект, где в формате 3D школьники увидят оживающую историю астрономии и географии этнического культурного богатства родной страны. Сегодня медиа и наши возможности очень востребованы, потому что журналисты и медийщики это профессионалы управления впечатлением, визуализацией и нас ждут в большом культурном мировом пространстве. Креативная индустрия это будущее человечества и это будущее наступает уже сегодня. Спасибо. Мне очень приятны ваши аплодисменты. Значит, вы что-то здесь для себя интересное уловили. А теперь у нас остается еще 15 целых минут. Давайте пообсуждаем о наших возможностях в сфере креативных индустрий. Хочется сказать, что журналистика она бывает разная. Есть новостная журналистика, есть аналитическая журналистика, есть журналистика расследований, да, это тоже аналитическая журналистика. А есть креативное поле для документальных каких-то проектов, да, и это тоже журналистика. Я это отношу к журналистике. И может быть вам интереснее, чтобы я рассказала о каких-то конкретных проектах. Я готова поделиться и рассказать, как мы их создаем. Вот здесь прозвучала как раз отсылка на ряд проектов. Что заинтересовало? Можно пообсуждать. Спрашивайте, я вам расскажу, как мы это делаем. Любопытно же, нет? И приглашу вас работать в нашу команду. Это еще и хорошие финансовые возможности. Как фильм снимался? Мы снимали, мы практически по каждому проекту сейчас создаем какой-то визуал. Практически вы здесь увидели, да, что книга это фильм или фильм или кулинарное шоу или фильм плюс дополненная реальность. И на платформах мы даем доступ к архиву, да, но об этом еще расскажу. Фильм создается именно командой, скажем так, киношников, телевизионщиков. Мы пишем сценарий, мы создаем, то есть мы продумываем локации, точно так же снимаем, монтируем, создаем. И книга или какой-то носитель становится просто точкой перехода на этот фильм. Ну, скажем так, хранителем этой информации. На самом деле вот по Свияжску книга, она издана была в прошлом летом, полгода назад. И идея была такая, тоже технология историэтеллинга использована была. 25 лет возрождения обители, 25 историй о великом острове. И здесь идея была такая, что ну, как бы фильм-расследование должен быть. Для того, чтобы это было интересно, нужно вначале поставить какой-то вопрос и вместе со зрителем идти отвечать на этот вопрос. Маленький квест такой устроить. И вот вначале я там задавала вопрос, случайно ли эти люди оказались на острове? Как их Господь сюда привел? И для чего? Что именно они должны были исцелить, восстановить в себе и на этом острове? Знаете ли вы, что Свияжск это был местным гулагом? Это было место, где были безнадежно больные уже психически больные люди. То есть какое-то время это был филиал психиатрической республиканской больницы. Это был дом для людей таких уже покинутых богом, что называется, алкоголиков, а потом позже чуть художников, потому что это было очень такое романтичное место. И как вообще началось возрождение? С чего? Почему эти люди? Там совершенно сумасшедшая история, как они приходили, кто вплавь, кто как на этот остров. И первые истории, которые мы услышали, владыка Мефодий, который сейчас альметьевский владыка, он рассказывал о том, что он там оказался, он ушел в монастырь, вернее, как он говорит, я пришел в монастырь, не ушел, а пришел в монастырь, это важно. Ему было 14 лет, он сначала в Раифу пришел, а потом оказался в Свияжске, его туда послали десантам монашеским восстанавливать монастырь. И на первые службы он летал в Веденскую Слободу на Дельтаплане. Представляете себе такой сюр, да, монах в черном подреснике летит на Дельтаплане через Свиягу прилетает и начинает служба. И мало того, нам удалось найти этот фильм, этот фильм снимали выпускники в ГИК, это был такой учебный короткометражный фильм, «Подняться в небо» назывался. Мы нашли этот фильм, этот фильм конца 90-х годов, и вот он интегрирован у нас здесь в эту книгу. Здорово же, да? То есть мы искали, мы не только снимали здесь сейчас, мы еще искали какие-то артефакты визуальные. И сегодня я вообще в издательском доме Логос уже давным-давно, и мне, честно говоря, в последнее время я просто не хотела уже писать просто книги. Правда. Ну, скучно. Они пылятся на полке, не нужны, тяжело их воспринимать, тяжело читать. И мы стали думать, как это сделать интересно, увлекательно. И нам скучно делать, и людям скучно читать, и заказчиков нет. И когда мы нашли вот этот вот новый ход, создавать, то есть книга это просто платформа для такого интерактивного, для гиперссылок. И у каждой книги есть свои внутренние какие-то еще такие миры. Этот фильм был показан, мы его как раз адаптировали, сделали для удобного показа, демонстрации по телевидению. Он был показан на местном телевидении, телеканал 24, Татарстан 24, и на центральных православных каналах Союз и Спас. Вот прошли трансляции. Так что получается, что мы создавали, управляли информационным полем, потому что эти показы, они подогрели интерес к острову, здесь съехались гости на юбилей, ну и так далее. То есть задача наша не просто так плюнуть в вечность, что-то создать красивое, и пусть оно, а еще научиться управлять информационным полем процесса какого-то. Спрашивайте, я расскажу о каждом проекте, их было много. На что вы обратили внимание, мне интересно. Я там услышала, был проект «Казань – город любви». Вот, вы можете про него подробнее рассказать, что это вообще представляет собой? могу и рассказать, и пригласить вас в этот проект, потому что он только стартовал, и мы подавали в этом году на президентские гранты, пока не были поддержаны, но мы будем еще переформатировать, еще подавать. Идея такая, туристический поток в город Казань, он очень существенный, внутренний туризм развивается, интерес к нашему городу есть. У нас богатые истории, у нас очень много интересных людей. Здесь начинал свой жизненный путь. Это и Ленин, и Гала, жена Сальвадора Дали, и многие-многие. И мы подумали о том, что многие любили, страдали, а почему бы об этом не рассказать, а почему бы не, скажем так, не привлечь туристов именно вот к идее, которая очень много эмоций вызывает, тема любви. И для того, чтобы это было интересно, мы придумали VR-экскурсию, такую VR-виртуальную экскурсию, где, во-первых, мобильное приложение создается, мы идем по улицам города и нам рассказывает, гид ловит нашу геолокацию и говорит, о, вы сейчас смотрите на особняк Ушковый. Здесь в таком-то веке происходили такие-то события. И мы, наведя смартфон, к сожалению, дополненная реальность только сейчас так еще пока проявляется, потом будет что-то круче. Представьте себе, открывается дверь, выбегает Динаида Ушкова и под музыку вальса венского там что-то такое говорит. то есть это уже в дополненной реальности продолжает свою историю. Вот у нас идея была такой экскурсии. И наша команда формируется сейчас, вы можете прийти ко мне и сказать, мне интересна эта тема. И мы хотели рассказать в этой экскурсии семь таких романтических историй. Тоже в жанре стори-тейлинга, достучаться до каждого. В общем, там есть своя история о том, как это сделать. Но поскольку у нас не получилось получить большого финансирования, и студентам рассказав об этом проекте, мы решили сделать иммерсивный интерактивный медиа-театр и рассказать историю одной любви. Историю любви великого Фешина. Знаете ли вы, что Николай Фешин наш с вами как это сказать, не односельчанин, а одногорожанин, который родился и вырос в Казани и создал здесь школу, художественную школу, человек, который очень признан в мире. Действительно, его картина считается национальным мировым достоянием. И он очень пользуется огромной популярностью в Америке. Это вообще художник уровня Сальвадора Дали. Эта история будет показана в медиатеатре. И мы придумали, чтобы это не было скучно, чтобы не было просто театрального действия. У нас есть документальный фильм, постановочный. То есть наша дипломница пишет диплом об этом, создает вот такой документальный фильм. Оттуда постановочные, вот здесь вы видели, как сбегает с лестницы художественное училище наши выпускники. Выпускники и магистры играют главные роли. Там будут интегрированы в этом проекте кино и медиаискусство. Медиа инсталляция на 180. То есть это будет вокруг такой показ. И у нас идея о том, что одна площадка, откуда здесь трансмедийность, но она такая интерактивная трансмедийность, идет переключение внимания. Вот я обратила внимание на то, что моя лекция в какой-то момент вы стали уже уставать. И если бы вам было разрешено, вы бы достали свои телефоны или планшетики и ушли бы в другое пространство. Так ведь? Ну вы бы и слушали меня одновременно и что-то там свое, в переписку в какую-то ушли. То есть мы сегодня так воспринимаем информацию, что потоковая информация становится скучна очень быстро. И здесь вот это переключение внимания, я как медиапсихолог, надеюсь, что я какой-то эксперимент здесь сделала, попыталась настроить. Приглашаю вас. Это будет 24 марта, 24-25 в галерее современного искусства пройдет показ нашего экспериментального медиатеатра. приходите и я надеюсь мы с вами дальше уже с вами будем создавать другие проекты. Спасибо вам огромное. Я желаю вам светлого, креативного будущего. Встретимся в информационном поле. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok